Основная тема, вернее, две темы у нас на сегодняшней встрече. Встреча – это пресечение несанкционированной торговли на территории района и доклад начальника отдела внутренних дел по району Вишники Максима Михайловича. В очередной раз сегодня я отсчитываюсь за работу деления у меня подразделения. Постараюсь долгое ваше внимание не занимать. После моего доклада, пожалуйста, вопросы, либо я отвечу на них сразу, либо возьму определенное время на их ответ. Также, если у кого-то будет желание написать заявление, пожалуйста, бланки есть. Изложите все, что вы желаете. Итак, начинаем. Подводя итоги работы подразделения за 12 месяцев 2018 года, я могу сказать о том, что задачи, поставленные министром внутренних дел Российской Федерации на 2018 год, в целом отделом по району Вишники выполнены. Отделом по району Вишники за истекший год осуществлен комбик смерт, направленных на усиление борьбы с преступностью, охрана общественного порядка. Проделан большой объем работы по профилактике раскрытия и расследованию преступлений, предотвращение террористических актов, пресечение проявлений экстремизма, противодействия наркомании, а также решение других актуальных проблем в состоянии правопорядка на территории оперативного обслуживания. Этот год для отдела был очень трудным. Большое количество личного состава привлекалось к охране общественного порядка на такие важные мероприятия, как церковные праздники, 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, выборы в президенты Российской Федерации, выборы мэра, а также такого важнейшего спортивного праздника, как чемпионат мира по футболу. Однако, опять же, благодаря такому количеству массовых мероприятий и постоянному отвлечению личного состава от службы именно на обслуживаемой территории, считаю, что контроль над оперативной обстановкой был обеспечен не в полной мере. Число зарегистрированных преступлений в общеголовной направленности, совершенных на территории района, увеличилось на 11% 1590 до 1775, плюс 185. Раскрыто 462 преступления, что составляет 26% от совершенного. За аналогичный период 2017 года расстояние составляло 30%. Крайне беспокоит нас серьезный рост квартирных граждан в 2018 году, который увеличился на 93%. Зарегистрировано за год 56 преступлений. Лица установлены лишь по 7 преступлениям. При этом могу сказать, что в 2017 году было совершено 29 преступлений, 14 из них раскрыто. Поэтому однозначно считаю, что отдел по данному направлению сработал крайне неудовлетворительно и негативно. По совершению квартирных краж в прошлом году, несмотря на то, что до этого все 5 лет мы снижали, такой статистику, такой уровень преступности, к сожалению, отдел вышел на первое место по совершенному преступлению. Увеличилось количество грабежей на 30%. Возможно, 61 уголовное дело, в 2017 году было 47 уголовных дел. Всего раскрыто 40 преступлений в данной категории, установлено 30 лиц их совершивших. Выросло количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 18%. За 12 месяцев отделом составлено 2352 административных протоколы. Назначено штрафов на общую сумму 2 274 400 рублей. Взыска на 2 199 400 рублей. Процент взысканий составляет 97%, что является лучшим результатом по локу. Отделом по вопросу миграции составлено 963 административных протокола. Наложено штрафов на 1 734 000, взысканы на 1 720 000, взысками с 99%, что также лучше результатом. Также сотрудниками отдела совместно с управой района было доставлено 76 человек за осуществление санкционерной торговли. Составлено 76 протоколов. Наложено административных штрафов на сумму 232 000 рублей. Также составлялись 7 протоколов за занятие проституцией. Это очень масса, чтобы было понятно, над чем отдел в основном работает. По службе участковых и планомощных, к сожалению, это наше на данный момент является больной темой. Служба находится не в лучшем виде. Установлено 84 лица, совершивших преступлений в 2017 году 106. Раскрыто всего 7 тяжких преступлений. Снижение произошло на 22%. Причем каких-либо интересных задержаний, заслуживших внимания, к сожалению, я рассказать не могу. Поэтому в данной службе, которая является основной на территории, как показывает опыт, к сожалению, сейчас у нас достаточно проблематично и с личным составом также. При этом могу также отметить, что 48 сотрудников из 162 по списочной численности были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям за различные дисциплинарные проступки. В этом году, в 2018 году, к уголовной ответственности сотрудники не привлекались, но пока что дисциплина не на должном уровне, так как есть наказанные. Но, во всяком случае, с каждым годом количество наказанных у нас снижается. Ну, вы меня, наверное, знаете. Вот правильно присоединяюсь к спикеру до меня, что патрульно-постовая служба действительно работает хорошо. Ну, так иногда на службе заезжают в магазин и за билетами, но ничего страшного. Главное, отрабатывают вызовы, вовремя приезжают действительно, и на несанкционированную торговлю в том числе. Однако вопрос у меня по работе участковых уполномоченных, которые вы сами оцениваете, как я понял, не очень высоко. Вы, наверное, знаете, наверное, видели видео в интернете, да, по поводу участковых уполномоченных Шибанова или ИНА, а также заместителя начальника, ну, вашего заместителя Кондрата, по поводу того, что они занимаются крышеванием торговцев. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, правильно? Пока не слышите. Очень плохо, потому что вы не понимаете. Ну, в общем-то, если вы ее отриняете в чем-то, да, ну, соответственно, это достаточно серьезно. Я, чтобы не занимать время, да, вы многое можете говорить, я знаю. В настоящее время проводится служебная проверка по данному факту, и компетентные органы разберутся. Ну, то есть вам данные факты известны, и вы проводите проверку, правильно я понимаю? Я еще раз говорю, я не имею права проводить проверку, и проводят другие компетентные органы. И прокомментируете вы, соответственно, сейчас это не... Ну, соответственно, до конца служебной проверки нет. Также по участковому полномочному полиции. Уже полтора года, наверное, да, у вас лежит мое заявление, по которому 6 раз вынесен отказ от возбуждения уголовного дела участковому полномочному полиции Подтеховым. По факту, в хулиганство с оружием, то есть конкретно в меня стреляли, в пешниках, 6 раз вынесен отказ от возбуждения уголовного дела Подтеховым. Из них два раза после того, как Монтихов уже уволился из органов внутренних дел. Как так? Я не могу понять прокуратуру, тоже не может понять. Еще есть раз, этот отказ в возбуждении уголовного дела был отменен прокуратурой как незаконным. И там были даны подключения, чтобы устранить. Но так и ничего не делается. Я вас уверяю, что проверка проведена в полном объеме, и я подписываю эти отказы. Я согласен с такой миссией. Если вы не согласны, пожалуйста, вы можете обращаться в суд. В принципе, вы все эти станции знаете. А почему тогда шесть раз отменен отказ? Я вам еще раз объясню. Потому что я считаю, что проверка проведена в полном объеме. Спасибо. Патрульно-постовая служба у нас действительно работает хорошо. Однако при несении службы сотрудники часто отвлекаются, заходят в магазины и нарушают правила дорожного движения. То есть не пристегиваются очень часто, стоят в неположенных местах без включенных спецсигналов. Сотрудники на стоянку поясняют то, что у них машины, не могут они оставить машину с маяками. У меня к вам просьба, чтобы сотрудников не подставляли, чтобы они не были привлечены к административной ответственности за нарушение ПТД. Как-то посодействовать обеспечению патрульных транспортных средств с технической части, чтобы они могли все-таки не отступать от правила дорожного движения. Можете это сделать? Что значит с технической частью? Ну они не могут без включенного сжигания, ну то есть не закрывая машину и оставить мою дню. Ваше положение мне, что это? Посодействовать по технической части. Что значит посодействовать по технической части? Ну потому что вам приходит, чтобы сотрудники ваши не нарушали правила дорожного движения. Я понял, что, во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы не равнодушны были для них. Действительно, вы абсолютно все правильно делаете. То, что вы указываете на наши недостатки и реакции на них вы сами знаете, наверное, незамедлительные. И сотрудники несут определенную ответственность за то, что они совершены. Поэтому благодаря вам сотрудники стали совершать вещи. Поэтому, пожалуйста, продолжайте свою работу. Я вам очень до этого угадаю. Спасибо. И последний маленький вопрос. У управы, вот здесь у здания, стоит шлаком. Стоит он на муниципальной земле, отгораживает где-то 7-8 мест под вашу парковку. Вот мне непонятно, на каком основании он там стоит. Я писал заявление по факту самоуправства, также в отдел правильного вещника. И мне пришел странный ответ. Дело в том, что по уголовно-профессиональному законодательству, по сообщению о преступлении, должно быть вынесено либо возбуждение уголовного дела по постановлению, либо отказ от возбуждения уголовного дела. Однако мне пришел ответ о том, что дело списано в номинкулатурное дело. Мне это непонятно. Ну, может быть, я вам давайте отвечу по жизни, как это есть. Ну, традиционно он стоит, на самом деле. И какие-то спецобъекты, и объекты органов исполнительной власти, детских учреждений и так далее и тому подобное, собственно говоря, которые находятся за запором. Ну, здесь нет никакой возможности антитеррористической защищенности, только у нас, например, в чем внутри. И я так понимаю, что этот шаг, ну, который действительно может быть 8 машиноместный, но он используемый, да, он используемый в пространстве. Это было сделано прежними руководителями просто в целях антитеррористической защищенности. Вот, другого объяснения. И, ну, на самом деле, на мой взгляд, все логично. Хотя я не вижу проблем открыть или закрыть. Какие-то, в общем-то, там, где возможно, да, навести порядок с парковкой, ну, наверное, надо навалить с помощью шлагбаума или без помощи. С учетом того, что вот соседний торговый центр, вы знаете, наверное, лучший, я здесь раньше не работал, вот он сейчас в реконструкции, все равно в кармане вот соседний, да, машина полнует, тротуаре паркуется. Ну, и представьте, если, в принципе, в управу идут люди, да, а они идут, ну, там, по 50 человек, там, материальная помощь и так далее, вот, причем достаточно большое количество идет каждый день престарелого населения. И если здесь они будут, даже перед органами исполнительной власти, идти между машинами, так будет, да, если вот это убрать. Ну, на мой взгляд, это некрасиво. Это некрасиво и неправильно. И это, наверное, дискомпетирует, в принципе, всю общественность района и власть в целом. То есть, я так понимаю, что управа для себя сделала парковку, а людям, как бы, людям... Нет, нет, это парковка общего пользования. И на ведение порядка, в принципе, это не парковка, на самом деле, вы же видите, это тротуар. Это тротуар. Так что парковка, она находится по соседству, если выйти из управы, она находится левее, она общедоступна. Так что... Это тротуары, на самом деле, на мой взгляд, это для упорядочения. И я думаю, вам же, если вот это открыть, то завтра с утра здесь будет все уже запарковано. То есть, я правильно понимаю, что сотрудники управы ставят свои машины на тротуаре? Нет, сотрудники управы ставят или в соседнем дворе, или вот на той парковке, там, где сама на ловчу. А возле управы, где хлопа, вы заявляете, что это тротуар, правильно я понимаю? Это тротуар с карманом. То есть, и машина там подлежит авгуацией? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Ваши сотрудники приезжают днем, во время, ну, быть, обеда, ну, быть, нет, ну, рабочее время, привозят своих детей со школы, ставят машину на аварийку и заходят домой. Это так, как получается. Значит, когда вызов делаешь, 112 набираешь на дебоширов, у них нет. А вот на вот это вот я лично сама знаю, поэтому Вишняковская улица, дом 21, 3-й подъезд, он 3-й подъезд знает, я знаю его постоянно, приезжает на машине, на служебной. Я вас понял, вы за мной начали рассказывать. По поводу сотрудника, который привозит, дайте мне, пожалуйста, более четкую информацию. Я не знаю, кто этот сотрудник. Если вы знаете, пожалуйста, номер машины, кто это? Александр Вишняковская, 21. Ни о чем не говорит, я не знаю всех адресов, всех адресов, кто где живет. Я его фамилию не знаю, я его фамилию не знаю, а знаю... Ну, кто он? Участковый, сотрудник ППС, кто он? На машине что написано? Ну, наверное, это... ППС? ППС, например. Ну, давайте так, вы все-таки какую-то конкретику, номер машины и так далее, когда у вас прояснится, тогда вы в отдел сообщения, и Максим Михайлович, эти вопросы... Я вот прекрасно не знаю, вот сразу вам говорю. Вы можете позвонить, секундочку, вы можете позвонить по наслужбе 0.2, а вот у нас Павел Владимирович, можете с ним связаться, он с удовольствием снимет этот вопрос и передаст в блог, правильно, Павел Владимирович? Да, все верно. Вот поэтому Павел Владимирович. Мы с вами, я хочу от вас услышать, когда мы соберемся все вместе... Подождите, минутку. Мы соберемся все вместе. У меня будет приемный дел, вы можете его посмотреть в маршине, пожалуйста. Хорошо, я хочу без приемного дня встретиться и с начальника полиции обсудить ситуацию. Почему вы поупреждены болисти, что с нами встретитесь? Да я с вами не... Мы все хотим собраться и хотим задать вам вопросы. Максим Михайлович, в форме сотрудника полиции, если вы не стесняетесь. Нет, Максим Михайлович, я с вас не слезу, потому что вы прилюдны. Некрасиво. Подождите, минутку, не выглядело. А я вам близко. Вот я вам могу сказать, что вы же знаете приказы. 575 приказ. Нет, 985. 975. Что в 885? Согласно данному приказу, идите, посмотрите. На настоящий момент, то, что я здесь нахожусь, это в принципе моя личная инициатива. Потому что я... Спасибо, пожалуйста. Потому что я обязан отчитываться перед органами муниципальной власти. Перед гражданами отчитываться участковым. То, что я с вами пришел, это традиция, которая в принципе... Которую я с вами. Но все-таки могли бы в форуме прийти, было бы красивее. Вы все-таки полковник. Вам принципиально, в чем я... Я бы хотел высказать по желанию, если даже вы правы. В случае, вы как такой вот гражданин, да, вы могли бы прийти в пиджаке. Максим Михайлович, мне без разницы, не уходите, пожалуйста. Не уходите, пожалуйста. Мне без разницы, в какой вы форме. Просто вы задали вопрос в принципе, а не моя личная инициатива. Я буду здесь. Я вас поздравляю с сертификантами. Я каждый год провожу в пург. Повторяйте, пожалуйста, приведу ли, сейчас подорожность. Максим Михайлович, я хочу с вами договорить на беседу. Жителю, пожалуйста, и вашу чему? Пожалуйста, и мы с вами подойдем в москутском районе. И мы с вами подойдем в пинутчик. Вы почему вы говорите? Ну что ж, это была встреча с жителями района Вещники, главы управы и начальника полиции, отчет начальника полиции. Начальник полиции был без формы. Он сказал, что это чисто его добрая воля приходить. И как бы форму он надевать не обязан, посоветовал мне надеть костюм, да. Ну, его совета я, не знаю, трустошуюсь, не прислушаюсь. Посмотрю, что он мне там по поводу приказа сказал. Очень интересная его позиция по поводу коррупции в отделе, то, что комментировать он отказался. Все считает постановления отказные, которые отменены прокурором, законными. Ну, видимо, он считает прокурора Фейдина каким-то, наверное, необразованным, да, человеком, который отменяет постановления законные. Ну, по крайней мере, прокуратура надзорный орган, и я считаю, что они более правы в этом плане. Вот, особенно, когда два постановления вынесены сотрудником, который уволился из органов внутренних дел. Вот, что, ну, по мне, так это вообще дичи. Вот. А что нам еще? И самое главное по поводу этого шлагбаума замечательного, да, на муниципальной земле. Нам Кожелев сказал, это тротуар, да, оказывается. Хотя я лично не считаю тротуаром. Нет, ни бордюра, ни газона. Хотя такие версии бы сказываются. Но если он сказал, значит, будем вызывать полицию. И, кстати, заявление не только на самоуправство, на установку шлагбаума, но и на парковку 12.19.6 на тротуаре. И также нанесение загрязнения на дорожное покрытие 12.33, кодекс административных правонарушений. Тут нанесена разметка. Будем ее устранять. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал, ссылки будут в описании. Посмотрим, что нам ответят полицейские. И посмотрим, что сейчас ГАИ приедет или не приедет. Ну все, всем пока.